Всем привет, ребятки! Сегодня я вам расскажу немножечко о своей жизни, и сегодня я расскажу о всех своих кражах в детстве. Первую самую разбойную кражу я провернул в детстве, живя в частном доме и утащив у своей соседки опрыскиватель. Да, ребят, это просто пиздец. Забор был под два метра, как сейчас помню, опрыскиватель был очень тяжелый, и планк на опрыскивателе тоже был очень длинный. Я сейчас не представляю, как я это провернул все, но у меня это получилось. Я вышел на улицу, увидел, что у этой соседки, она уже покойная, увидел у этой соседки, как она опрыскивает свою вишню. Ну и я такой смотрю, классная штучка, я хочу тоже водичкой попрыскать. Сидел я, значит, в своем огороде, а у нас были огороды вот так вот, то есть дома, внутренние дворики, и получается между ними были заборы. Я увидел, как стоит этот опрыскиватель, и мне пришла гениальная идея в голову. Весь прикол в том, что окна ее выводились как раз на этот двор, и мне приходилось ползти ползком, чтобы добраться до этого опрыскивателя. Я добрался до него, не знаю, как я перелез через забор. Я ползком добрался до опрыскивателя, свернул его аккуратненько, я помню, как он был тяжелый. Я его также чудом просто протащил под окнами и перетащил его через забор. Накачал на него воды, позвал брата, мой брат стал брызгать, а я нихуя не побрызгал. И прикол в том, что через какое-то время она приходит и говорит моему отцу, что твой сын спиздил опрыскивателя. Мой отец в недоумении просто говорит, что такого не могло произойти. Но она яростно доказывает, что это произошло. Но позже опрыскиватель они нашли на нашем огороде и вернули его владельцу, а я получил пизды. Теперь мы всегда вспоминаем эту историю со смехом, но мне не до смеха, блядь. Я не побрызгал с него. Также в детстве у меня был какой-то фетиш на лампочке, на светодиодные, на лампочке от фар, от машин. Как-то раз все началось с машины моего крестного. У нас дома были рядом, я уже вам об этом рассказывал. У него стояли газельки рядом с домом. Ну и я такой, взяв своего дружка Артура, взяв его под ручку, под ручку взяв и отверточки, пошли мы откручивать фары. Открутили мы фары, значит, такие. Он стоял на стреме, я стоял, откручивал фары. Окна моего крестного выходили, то есть вот, у него был обзор большой, то есть на двор. И перед этим двором была дорожка к моему дому, то есть через нее я только мог попасть в свой дом. Газельки стояли на противоположной стороне. Не знаю, почему мне не пришло в голову пролезть под окном, чтобы меня не запалили. И я еще такой тащу эти фары и думаю, ну кто-нибудь меня, сука, запалит в окно. Ну и что вы думаете, мне запалил его сын. Он пришел и раскрыл наше преступление, да. Я пытался все свалить на друга, но не получилось. Но на этом мой фетиш не окончился. Я решил открутить фары у своего отца. Приехал, значит, мой отец, поставил свой уазик. Ну и я такой, кожу потихонечку из дома. Залазаю прям в ящик с его инструментами, прям в машине, не стесняясь, блядь. Откручиваю боковой фонарь, вот который поворотник. Ничего, закручиваю назад и ухожу. Лампочка у меня, миссия выполнена. На этом мой фетиш не окончился. Я решил сорвать куш. У нас была там большая улица и жил там мужик один. У него была большая, большая фура. И она стояла у него за домом, то есть за забором. И у него сзади мелькали очень красивые лампочки. Я взял свою подружку Ирину, взял отвертки и попиздил туда. Поставил ее на стрем и решил открутить лампочки. Стою я такой и откручиваю, откручиваю, откручиваю. И так резко хуяк из-под забора вылазит этот хозяин. И мы там. Я начинаю реветь, сваливать все на Ирину, на мою подружку. Она начинает реветь, говорить, что это он меня заставил. У нас перед домом была огромная поляна. То есть там сажали картошку, она была достаточно большой. И вся в траве. Мы с моим другом, с тем, с которым я первый раз у своего крестного откручивал лампочки, решили сделать домики из соломы. Знаете, такие. Мы сделали себе домики. Я всегда при себе носил спички. И я такой думаю, надо-ка мне домик свой поджечь. Хочу посмотреть, как он будет гореть. Мой друг пытался меня остановить, но у него ничего не получилось. Я поджег, и у нас горела вся эта поляна дня три, наверное. Никто, никто об этом не знал. Понимаете, горело все. У нас приезжали пожарные просто было. Трэш такой, как будто в аду все. У нас были на этой поляне очень много бребен всяких валялось. И они тлели, наверное, дня три. Просто. Очень. Все гая. И мы когда после пожара вышли туда, там такая вот, знаете, как в аду жар какой-то прям был жесткий. Да, и это сделал я. Та-дам! Вот такой я мафиозе опасный. Моя мама ходила к одной женщине на процедуры, ну, косметологические такие, уколы всякие делала. И как-то раз мы пришли вместе к ней домой. У нее была однокомнатная квартира. Там была с ней подруга какая-то ее еще. Она делала моей маме уколы. Я сидел просто, мне нечего было делать, я просто сидел. Я увидел у нее на столике лежали монеты. Монеты разные. Там евро, всякие монетки лежали, центы. А я был очень помешанный на монетах. Собирал их. Да и я сейчас очень помешанный. И, в общем, я решил, увидел монетку 2 евро, я решил ее спиздить. Засунул я ее в карман. Реско подходит, это косметолог. И я такой, монетки? Она такая, да, монетки. Я говорю, класс, интересно очень, да. И так резко отхожу, и все. Они пошли дальше на балкон курить. Я такой думаю, вернуть или нет? Вернуть или нет? Вернуть или нет? Но мой цинизм меня погубил. Я забрал ее. Мы идем с мамой домой. Уже подходим к дому. И я такой кидаю эту монетку в кусты. И такой резко кидаюсь на нее. И говорю, мам, смотри, я монетку нашел. Она такая, вау, это 2 евро, классно. Блин, прикольно. Там мы там ведем, радуемся такие. Я такой радуюсь, иду, что у меня получилось всех наебать. И резко раздается звонок моей маме от этой владельцы монеток о том, что у нее украли 39 евро. На тот момент это было полторы тысячи рублей. Деньги были неебически большие, потому что с деньгами было очень плохо в это время. Это примерно был десятый год, наверное, где-то вот так вот, может быть. С деньгами было очень плохо. И она мне дает ей трубку. Она мне говорит, ну где ты, ну может быть, ты где-то под кустом оставил. Я говорю, я только одну монетку взял. Вот, ребят, я вам клянусь. Я не знаю, может быть, она наебала мою маму. Я не брал эти 39 евро, я спиздил только вот монетку в 2 евро. Такую, знаете, большую монетку в 2 евро. Это, конечно, тоже моя жесткая кража, которую я запомнил на всю жизнь. Самая моя трешовая история происходила со мной в детстве. Я очень был повернутый на врачах. Я любил лечить. Я колол игрушкам всякие уколы, делал всякую разную водичку цветастую. Колол им туда. И, в общем, как-то мне взбрело в голову. Моя бабушка мне сшила халат и колпак. У меня была аптечка. У нас за домом крестного моего были плиты, и там постоянно собирались всякая младежь. Ну и что вы думаете, блядь? Я одеваю этот ебаный халат с этим колпаком. Беру эту аптечку, блядь, сую туда игрушку. Пиздую с умным видом в этом халате с этим колпаком. Подхожу к этим плитам. Начинают все дико угорать. Я достаю эту ебаную игрушку. Начинаю делать ей уколы. Господи, какой пиздец вообще. Просто надо мной все так трещали. Это просто пиздос был. Самая неприятная и неловкая ситуация со мной произошла у моей подруги Ирины. Мы как-то с ней решили посмотреть порнуху. Ну, она была старше меня на много лет, и как бы мы включили порно, налили кофе у нее дома, начали его смотреть. Сидим, попиваем вальяжный кофе и смотрим порнуху. Господи, это просто великолепно. Мы выключаем порно, нам оно надоело, и мы пошли к компьютеру. И сидим такие играем, и эта Ирина говорит, давай попробуем, как на видео. И я такой думаю, блядь, за что? Что я сделал такого? Я говорю, нет, я сейчас буду кричать. И в итоге она меня заебывала этим. Давай попробуем, давай попробуем. И я говорю, нет, я сейчас буду визжать в окно. И она вроде успокоилась, и потом я ушел домой. Слава богу, заодно ничего не сделали. В общем, вот так вот. Ну что ж, я надеюсь, вам очень понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Если хотите вторую часть, пишите обязательно в комментариях.